Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Наталья. Сегодня я расскажу вам о своих любимых книгах. Но сначала небольшая предыстория. Всем нам знакомо чувство тревоги, неуверенности в собственных силах или завтрашнем дне. У каждого иногда случаются перепады настроения или тяжелая полоса в жизни. Способов борьбы со стрессом очень много, но я сегодня расскажу лишь о некоторых из них, которые помогают мне сохранять ментальное здоровье. Они очень просты. Утро я стараюсь начинать с зарядки на свежем воздухе. А в течение дня я стараюсь гулять не менее полутора часов. Во время зарядки и ходьбы налаживается процесс торможения и возбуждения головного мозга, и настроение человека нормализуется. Еще одно из наиболее эффективных и простых лекарств от стресса – это езда на велосипеде, особенно если у вас есть возможность выезжать на природу. Ну и, конечно же, музыка. Еще Пифагор заметил, что музыка влияет на здоровье человека и разработал систему лечения с ее помощью. К тому же он считал, что музыка лежит в основе культуры и воспитания общества. Он рекомендовал мужчинам слушать более ритмичные и энергичные композиции, а женщинам – спокойные, умиротворяющие, что способствует формированию характера и состояния духа. Жанр музыки не имеет особенного значения. Главное, чтобы она доставляла вам удовольствие. Успокоиться и упорядочить мысли мне помогает уборка в доме и наведение уюта, а также разведение цветов. Ну и, конечно же, шопинг. Даже если не купить что-то, то хотя бы побродить по любимым магазинчикам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но чтение снимает стресс лучше всего перечисленного. Во время чтения художественной литературы сила воображения помогает нам ощутить то, о чем говорится в книге. Исследования подтвердили, что мозг читателя реагирует на упоминаемые в книге явления и предметы так, как если бы люди имели с ними дело в действительности. Например, когда мы читаем слово «кофе», у нас активизируется область мозга, отвечающая за обоняние, как будто мы чувствуем кофейный аромат. А если сесть за книгу с чашкой любимого чая или кофе, то облегчение вы почувствуете еще быстрее. При этом не важно, что именно вы читаете. Главное, чтобы процесс вас поглощал. Чтобы подобрать книги, которые подойдут вам в данный момент, можно пойти в книжный магазин или библиотеку и довериться своей интуиции. Богатство и своеобразная ритмика книжного текста имеют свойство успокаивать психику и помогать организму бороться со стрессом. А теперь я перейду к обзору своих любимых книг. Джеймс Хэрриот. Я никогда не думала, что смогу читать записки ветеринарного врача с таким удовольствием. Хэрриот был ветеринарным врачом в сельской местности, и среди его пациентов в основном были коровы, свиньи, лошади, а также коты и собаки. Собаки в основном пастушьи или дворовые, но есть, конечно, и исключения. Например, мопс-треки-ву. Милая, полная юмора новелла посвящена этому чудному псу, в котором хозяйка просто души не чаяла. Но все-таки основная доля рассказов про суровые будни сельского врача. Хэрриот с такой любовью пишет о своей профессии, что вся неприглядная сторона вызывает почему-то не брезгливость, а приливы какого-то жизнелюбия. Книга написана очень здорово, с прекрасным юмором по отношению к себе. Для меня любимый жанр в литературе – это мемуары. И двухтомник Нины Шнирман для меня был особым подарком. Здесь Нина в деталях описала свое собственное детство. Лучшего названия, кроме как «Счастливая девочка», нельзя и придумать. Маленькая Нина действительно очень счастливая, несмотря на то, что годы ее детства пришлись на непростое военное и послевоенное время. Благодаря любящим и мудрым членам ее семьи, особенно маме, девочка даже в тяжелые моменты не впала в уныние и не утратила позитивного отношения к миру и людям. А все потому, что она росла в атмосфере любви. Книга написана очень просто. Чем больше вы погружаетесь в эту книгу, тем сложнее оторваться. Просто невозможно не восхищаться этой интеллигентной семьей. В этой книге очень много трогательных и забавных моментов. Очень интересно наблюдать не только за историей семьи, но и за взрослением Нины. Как меняется ее речь, восприятие, реакции. Эти прекрасные воспоминания вы сможете найти в интернете. Совершенно изумительная автобиографическая книга Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери». В своей повести Даррел увлекательно и с большим юмором описывает свою детскую жизнь на солнечном острове Корфу. Прогулки по оливковым и кипарисовым рощам, купания в чистейших водах Средиземного моря и с большим островомием излагает истории из жизни своей довольно эксцентричной семьи. Мне бы очень хотелось познакомиться с его невозмутимой мамой. Нам бы такое спокойствие при любых обстоятельствах. Эта книга отлично подходит для чтения и взрослым, и детям. Только обратите внимание на переводчика. Лучшим считается перевод Деревянкиной. Мне кажется, любая книга Джерома Клапки Джерома – это вернейшее средство от тоски и плохого настроения. И наверняка вам хорошо знакома книга «Трое в одной лодке, не считая собаки». Автор хотел написать «Путеводитель по темзе», а получился роман о приключениях трех незадачливых путешественников. Это произведение насыщено забавными ситуациями и расцвечено смешными комментариями рассказчика. А уж истории про дядюшку Поджера в нашей семье так актуальны, что окрашивают похожие ситуации в самые веселые тона. В моем сборнике еще содержатся рассказы и повесть «Трое на четырех колесах». Очень рекомендую. Я очень люблю книги канадской писательницы Люси Мотт-Монгомери и обязательно еще буду знакомить вас с ее произведениями. Но сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание вот на эту книгу. «Аня с фермы «Зеленые крыши». В другом переводе вы можете встретить ее как Энн Ширли. Эта книга захватывает и не отпускает до конца. Эту книгу также можно читать в любом возрасте. Вы порадуетесь и посмеетесь и погрустите вместе с главной героиней. Книга очень легко читается и в то же время в немного моментов, над которыми нужно поразмышлять. А также вы найдете ей много юмора. Я желаю вам погрузиться в прекрасный мир книг и получить истинное наслаждение. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»